Предприятие Республики готово предложить немало инноваций для обороны сферы. Сегодня в этом лично убедился генеральный директор корпорации тактическое ракетное вооружение. Борис Обносов и глава Республики посетил крупнейший научно-производственный комплекс Чебоксар. На повестке дня дальнейшее сотрудничество. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Абсолютная стерильность и порядок правила, которые на этом заводе соблюдают и работники, и высокие гости. Вне зависимости от их статуса, без халата, в эти цеха вход заказан, ведь именно здесь производят продукцию для обороны сферы страны. Это цех по выпуску печатных плат. Ювелирная точность на каждом этапе. Большинство операций выполняют бесшумные роботы. Сейчас на заводе «Элара» выпускают более 10 модификаций печатных плат. Для машин, боевых истребителей, вертолетов и даже ракет. Руководителю федеральной корпорации показали весь производственный цикл. Чебоксарский завод и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – давние партнеры. За последние годы было реализовано немало совместных проектов. Борис Абносов отметил, что перспективы зависят от параметров госпрограммы вооружений. Если у нас будут расширяться заказы, а перспективы для этого есть, то таким надежным партнером, как «Элара», мы, несомненно, будем продолжать сотрудничать и будем стараться его расширить. У нас совместные проекты с рядом предприятием нашей корпорации. Здесь и «Тэмпави», здесь и «Радуга», здесь и «Вымпел». Поэтому у нас сотрудничество есть, оно достаточно плодотворное. Конкретно по 2016 году объем продукции, которую наш завод выпустил в интересы корпораций, составляет порядка 400 миллионов рублей. И мы, собственно, хотим наше сотрудничество всячески развивать и наращивать. Темпы производства для обороны сферы чувашские предприятия увеличивают каждый год, отмечает глава региона. Наши производители демонстрируют, что они конкурируют с теми производителями на уровне не только Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. Это очень важно. Поэтому это дополнительные заказы, дополнительные рабочие места, а мы бюджет получим, дополнительные доходы. Прогнозы к концу года у нас будут позитивными, динамика будет положительная. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.